Это ребята из Московской Международной Киношколы. Они когда-нибудь, может быть, они станут операторами, режиссерами, актерами, не знаю. То есть будут двигать сознание. Так вот, твоя задача сейчас настроить их головы так, чтобы головы смотрели туда, куда надо, а не туда, куда власть прикажет. Хорошо. Суд операционный, он как бы этого не делает. Он усиливает или уменьшает приговоры и отправляет на пересмотр температура несогласия. А судят суд первой инстанции. А потом можно еще раз, и еще раз, и еще раз. Да ладно, ну что, ну сейчас. Это мы сейчас пишем вступление к этому выпуску. Только что Верховный суд Республики Карелия вписал Юрию Алексеевичу 13 лет. Сегодня 29 сентября. Это означает только одно, что дело выходит на новый очередной виток. Дело историка Юрия Алексеевича Дмитриева, которое тянется уже почти 4 года, и которое уже, конечно, всех нас страшно утомило своей абсурдностью и мерзостью обвинений. Раз уж Юрия Алексеевича обвиняют в насильственных действиях над несовершеннолетними, мы поговорили с людьми, которые в подростковом возрасте работали с Юрием Алексеевичем. Нашим героям от 20 до 35 лет, многие из них уже сами родители, и они попробуют рассказать о своем опыте работы с Юрием Алексеевичем, и мы вместе с ними попробуем ответить на вопрос, какой человек Дмитриев. Первые слова, которые он сказал, здравствуйте, говорит, ребята, сразу учтите, я матом не ругаюсь, я на нем разговариваю. Да я испугалась жутко, мне было очень страшно, если честно. Он мне даже таким показался чуть-чуть пожилым хулиганом, он прям мужик. Он такой вот очень четкий человек, у которого все очень четко, и мне было прям такое, как вот так можно? И мы шутили, что Дмитриев вот это тот человек, который как на Диком Западе заходит в бар через раздвигающиеся двери, то есть и не боится никого. Он никогда не обходил острых углов, но за всем этим чувствовала все равно доброта. Дмитриев, да, он невероятный, он очень сильный, очень любящий. Это человек, который, для которого, ну, неважно, кто перед ним, да, это будет какой-то высокопоставленный чиновник, или это ребенок, или это какой-то там уважаемый человек. Для этого человека самая главная работа и результат. Мы с вами в 19 километрах от Петрозаводска, в Красном Бору. Это место массовых расстрелов, обнаруженных Юрием Алексеевичем Дмитрием. В 1997 году здесь покоится больше тысячи человек. Юрий Алексеевич обнаружил Сандармох, Бабака, Секирную гору, не только Красный Бор. Когда-то все это было лесом, а потом, благодаря Юрию Алексеевичу, приобрело формы мемориала. Если говорить про участие киношколы, то первые экспедиции на Соловки и знакомства с Юрием Алексеевичем были в 2000 году. А в 2006 началось обустройство кладбища на Секирной горе. Когда мы делали мемориал, там была очень большая работа. Это было нанесение на карту, это было облагораживание территории, это была историческая работа, вскрытие могил, описание, восстановление истории захороненных там людей. Мы расчищали целиком всю эту поляну. В раскопках мы не участвовали, хотя это планировалось. Но в какие-то последние моменты мы решили, что не по силам нам, а детишкам со стороны посмотрим. Мы шли как раз, это было на Сандармохе. И мы шли, и я у него пытался спросить, ну хорошо, все знают, что здесь похоронены люди. Зачем их раскапывать? Люди же могут просто приехать и некому образу помолиться. Они могут представить, что здесь их отец или дед, или родственник какой-то. Зачем вот каждого доставать и каждому там что-то подписывать или еще что-то такое делать. И он мне сказал, что самое главное в человеке, что его отличает от животного, от какого-то неосмысленного существа, это то, что у него есть память. Как нас помнят наши товарищи поверь, да, без разницы, христиане, магометане, мусульмане. Попробуй определить, какая вот эта косточка кому-то от принадлежа. Прежде всего это были люди. Когда они родились на свет, их любили матери. Может быть, их ждали отцы, может быть, не ждали, то есть, то есть, то есть, то есть. Наверное, они кого-то любили в своей жизни. И я думаю, что... Может быть, что-то у них было в жизни не так, как общепринято. Мы с другой... По-любому, это люди. Каждый человек, это целая вселенная. Мы должны о них помнить. Помню, как первый раз увидели останки. Дмитриев открыл первую могилу и начал все это выкладывать. И тоже он раньше нас, по-моему, пришел, мы, по-моему, позже пришли. И тоже издалека не понятно, что это такое там. Камни, не камни. Но как-то вот визуально такой какой-то паттерн образовывается. И потом, подойдя ближе, ты понимаешь, что это как бы куча черепов. И видишь, ты даже издалека видно, что дырки всегда три. Типа две симметричные, а одна где-то в другом месте. Как он начал осматривать эти кости, как будто это прозвучит крипово, страшно. Но как будто это что-то его родное. Как будто он, типа, ну иди сюда, мой хороший. Вот так он обращался с этими, ну, действительно жуткими. И меня самого, когда я первый раз увидел, передернуло. С жуткими фрагментами, ну, костей. Он их очень аккуратно и нежно осматривал. И делал выводы, ну, что это мужчина с средних лет. Вот отверстие в черепе от пули. Мне просто надо немножко подсушить кость. Я попытался разглядеть черепные швы. Тогда я смогу определить более-менее возраст этого человека. И попробовать определить половую принадмежность. А с ямой что делать? Нет, мы ее закопаем. Это положим туда и закопаем, да. Я когда вернулся из этой экспедиции, я начал ходить на кладбище. Ну, то есть к своим родственникам. Потому что до этого, ну, как бы для меня, ну, похоронили и похоронили. Да, там и не хочется, и как-то там атмосфера какая-то такая. И вообще, ну, как бы... Вот, а тут я понял, что да, вот пока ты помнишь, пока ты вспоминаешь человека, он для тебя как бы живой. Я ему говорила, что мне очень сложно историю изучать. Она мне как-то не укладывается в голове. И тогда он сказал, что нужно... Ну, не то чтобы нужно, а можно изучать историю страны через свой род. Мы искали второй этап. Мы ездили в Сфирский лес, ну, туда через реку Сфирь. Вот, и тогда я еще, ну, решил, что буду сделать какой-то фильм об этих поисках. Вот, и главным центральным персонажем там должен был быть Дмитриев. И он такой говорит, значит, всегда имей с собой три диктофона. Один тебе скажут вытащить, ты вытащишь. Потом там, ну, второй. Ну, третий у тебя всегда останется. Вот, ну, то есть он мне как бы учил снимать его самого. Во второй приезд на Соловки я должен был уехать раньше, потому что я поступал на первый курс института. Вернее, уже поступил. И вот 1 сентября должен был быть, как бы, первый раз вообще прийти в университет. Я уехал раньше, и получилось, что Дмитриев тоже уехал раньше. А я думал, как я ночью через какой-то там кемп в Рабочеостровск, как я буду добираться один, непонятно где, с рюкзаком ночью. Я помню, что я Юрия Алексеевича встретил на пароме буквально. И прям выдохнул, потому что я понимал, что вот с ним я везде доеду. А с Дмитриевым есть такое ощущение, вот как с папой, знаете. То есть это, ну ничего не страшно вообще. Просто ты идешь и знаешь, что ты полностью все под контролем у него в голове. И ты, не знаю, расслабляешься. Мы решили наши продовольственные проблемы. Класс, а собака не чертся? Баловок канал. Здравствуйте. Юрия Алексеевич нам, мне, часто помогал готовить завтраки. Вот, я очень хорошо запомнила одно утро такое. Нужно было встать то ли в пять, то ли в шесть утра, потому что не было никакой кухни. Там был только костер и вот эти вот кастрюльки, в которых каша варилась. Вот, и в это утро еще пошел дождь, поэтому костер все время потухал. Я не могла никак его развести, и Юрия Алексеевич встал со мной в пять утра, хотя я его как бы не просила вообще. Не видела его в то утро, он, в общем, как-то так встал и прожег костер. Сидел со мной, готовил эту кашу, помогал. Дмитриев, вот он, например, говорит, чем вы кормите детей? Смотрите, они у вас с утра до ночи работают. Если там гречка, они у вас тратят две тысячи калории, я могу в цифрах сейчас, две тысячи калории тратят за день, вы их кормите тысячи двести, вы не можете кормить детей меньше, чем... То есть он понимал, что вот все эти дети, которые тут работают, им нужно определенное... Что они сейчас там не где-то в Москве, я там занимаюсь своими делами, что происходит тяжелая физическая работа. И он учил меня разжигать костер, то есть брать вот из маленьких веточек, совсем маленьких, строить шалашек, туда березовую корочку, чтобы это разгоралось, а у меня не получалось. И он как-то увидел, как я просто лью жидкость для разжига отчаяния, и он сказал, если ты будешь так разжигать костер, ты до Гитиса своего уже не доедешь. При взаимодействии со всеми там в лагере у него, ну, есть какой-то такой определенный грубый режим, да, там, что чё ты как темнило стоишь, или там чё ты как волчара, или чё ты как еще кто-нибудь дятел. А когда мы уходили на поиски, он включал какой-то другой режим, такой очень умиротворенный, философский, начинал истории рассказывать. Ну, тяжело, тяжело работать. Это надо быть либо абсолютно бездушным человеком, либо, наверное, надо иметь какую-то, ну, какую-то, наверное, закалочку, что ли. Хотя, к этому, ну, каждый божий день читать по нескольку десяткам фактов, в которых, ну, упоминаются конкретные, на тот момент еще жившие люди, и про которых написано, что они расстреляны, когда-то, когда-то, как-то тем. Это достаточно тяжело, и поэтому психика многих просто не удерживает. Ну, очевидно, я настолько черствый, да, что меня она выдержала. Хотя, может быть, я просто не давал себе возможности, или не давал себе, не то что возможности, не давал себе шанса расслабляться. Я понимал, что эту работу надо все равно делать. Если не сделаю я, я, в принципе, не то потом не сделаю. Потому что некоторым это не нужно, а некоторым это просто сделать. Мальчишками когда-то они поиграли черепом в футбол, он рассказывал, и потом продолжал так логически, что вот, а теперь он всю жизнь за это расплачивается. История была в том, что он работал в Петрозаводске с каким-то депутатами, что-то такое, в 90-х, там, с каким-то, значит, мужиком понтовым, они там что-то делали, он был его помощником. И вот звонят депутату и говорят, тут нашли кучу трупов. Что делаем? Типа нашли, ну, раскапывали там какую-то территорию, нашли просто кучу костей. Что делать? И он говорит, ты кричит. Причем такой разговор. Дмитрий такой, что, почему, почему, что, бред? И он поехал лично туда разбираться. Помощник депутата, который... И все ему такие... Вот, а он такой, не, подождите, это люди. После этого просто он ушел из этой депутатской штуки, он стал зарабатывать сколько, 5 тысяч рублей, там, что-то 10 какие-то были дворником, и, ну, стал этим заниматься. Дмитриев об этом рассказал во время наших раскопок, во время поисков, что, оказывается, он лично консультировал Анджиа Вайду, когда тот снимал один из своих последних фильмов «Катынь». То есть, получается, что я через одно рукопожатие практически с Вайдой знаком, и меня сейчас вводит по лесу человек, который еще недавно водил самого Вайду по лесу. Рядом с ним ты чувствуешь, что он сильный человек, который делает то, что он знает, и то, что ему нужно делать, и никаких преград у него в этом нет. Он все равно идет, и он не боится, ну, это какая-то смелость, и, несмотря ни на что, он идет к своей цели. Я не о политруках, а о палачах. Нет, я не о политруках, я тоже о палачах, и говорю, что я их опубликую, эти люди. Да, и, в общем-то, никаких репрессий не было. Так, это кто-то поморщится, ну, поосторожнее. Я говорю, так осторожно. Почти шепотом. Или мелкими-мелкими-мелкими буковками. Но даю. Я все-таки считаю, что каждый должен отвечать за свои подписки. И прежде чем что-то сделать, надо подумать, что если что-то делаешь сегодня, ты не так, как надо, за тебя будут краснеть муки-правмуки. Вот так я устрою. Поэтому главное не сказать. Это трудно. Ну, то есть, это не такая легкая, радостная, а это трудно. И дается ему трудно. И каждый день это выбор, который он каждый день делает. Он знал риски того, что то, чем он занимается, это то, что в целом не очень приветствуется. И то, что он вот это все ворошит, что это очень многим не нравится. Абсолютно точно я многому научилась у Дмитриева, потому что это на самом деле до сих пор одна из ролевых моделей в жизни. Потому что, ну, это супергерой. В смысле, он человек, который во что-то верил и делал это до конца. И совершенно ничего, никогда не поступал с правдой. Никогда не, ну, не делал ни по совести. Всегда делал по совести. Всегда доводил до конца. Всегда делал то, что считал должным и нужным. Ну, если делать что-то вот всерьез, то делать как Дмитриев. Юрий Алексеевич Дмитриев задержан 13 декабря 2016 года. Через два дня в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». 11 апреля 2017 года ему предъявлены следующие обвинения. «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия». 15 сентября 2017 года назначена повторная экспертиза фотографий, которая не выявила признаков порнографии в снимках, фигурирующих в деле. 27 января 2018 года Дмитриев выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. 5 апреля 2018 года судья вынес оправдательный приговор по всем статьям, кроме хранения оружия. 2 года и 6 месяцев ограничения свободы. За вычетом времени, которое Дмитриев уже провел в СИЗО, срок наказания 3 месяца, в течение которых он не мог выезжать из города. 14 апреля 2018 года прокурор подал заявление на апелляцию. 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии полностью отменил приговор Петрозаводского городского суда. Дмитриев оставлен дома под подписку о невыезде. Переживания вот тех, кого там закрывали в 37-38, это те, которые лежат в Сандермохе или в Красном море. Да, я, наверное, глубже понял, так сказать, что они чувствовали. Тут где-то какую-то параллель можно провести между тем и тем. Какая разница, что прошло там 80 лет. Та же тюрьма, те же стены, те же коридоры, те же решетки. Ну и очень похожие переживания. Там эти самые враги народа. Ну и тут вроде как Крендель не по веселым статьям заехал. Ну, хорошую. Что сделать? Творческая командировка? Ну, что же делать? Пусть она себе будет. Все, что нас не убивает, делает нас крепче. 28 июня 2018 года следственным комитетом возбуждено новое уголовное дело по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет. Юрий Алексеевич арестован и помещен в СИЗО. 22 июля 2020 года Дмитриев признан невиновным с правом последующей реабилитации по всем обвинениям, кроме совершения иных действий сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам. С учетом времени, проведенного Дмитриевым под стражей, срок его заключения должен был составить чуть менее 4 месяцев. 31 июля 2020 года в Петрозаводский городской суд поступило апелляционное представление, поданное прокурором. Требование прокуратуры, отмена оправдательных приговоров и назначение наказания в 13 лет строгого режима. В тот же день принята апелляционная жалоба от Юрия Алексеевича с требованием полного оправдания по всем обвинениям. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил наказание по обвинению в насильственных действиях сексуального характера до 13 лет колонии строгого режима. Также был отменен оправдательный приговор по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дела по ним направлены на новое рассмотрение в Петрозаводский суд. Ну, первое, что я подумала, когда я узнала об обвинениях, я такая, ой, по-моему, я могу сделать гражданство Израиля и свалить отсюда навсегда. Я была в ужасе, это было очень страшно. Я не могу его представить вместе со словом «грязь какая-то» или вот не соединяется. У меня все равно от него возникает ощущение какой-то чистоты. Не знаю, не хочу говорить, ну, а почему не хочу? Хочу благородство, да, тоже. В смысле, ну, человек с большой совестью, по-моему, который приходит на помощь, когда его об этом не просят, но когда он очень нужен. Да, это странный человек, он живет в Карелии, он копается в земле, он живет в лесу, у него смогут быть свои представления о каких-то об укладе жизни, об устройстве, что там как бы принято, что не принято делать. Но чтобы он поступился моральными, человеческими какими-то нормами и ценностями, это просто такого не может быть. Будучи уже взрослым человеком и отцом, я могу сказать, что он находился постоянно в окружении детей. Чтобы там были хоть какие-то намеки на то, чтобы, я не знаю, какого-то интима или каких-то предложений, я этого вообще не замечал. Я больше даже скажу, что Дмитриев вот конкретно в «Пацанах» всегда воспитывал такое мужество, такую жесткость и такую любовь к работе. Человек живет, который живет какими-то категориями, то есть он живет правильно, ученый измерениями времени, измерением объектов, измерением веса, контролем изменений предметов в пространстве, внутри людей. И то есть отсюда вот даже вот из этой вот истории про калории я понимаю, почему человек мог следить за ростом, за состоянием ребенка своего. Человек, который работал с детьми, со мной, ну там общался, никогда, ну то есть всегда есть, там может быть какие-то там педагог, ученицы, вообще вот ноль, просто ноль, ноль. Ну, это немыслимо, просто особенно для тех людей, которые, ну, с ним как бы общались, это, ну, необъяснимо, потому что это абсурд, дичь. Почему? Потому что человек просто тебе рассказывает, он называет там, мать, так мать, что тут расселось, ну что такое, в смысле, это несовместимо, что за бред. О, там еще объятия. Ну давайте совсем не обниматься сразу, смотрите. О-о-о! Это нас не видит, как его, Мизулина с этим, со Стаховым. Тут мы сейчас сразу все термаем. Потому что, да, нельзя вроде как вот взрослым дяденькам обниматься с юными барышнями. Преступник, да, особенно такой, да, который там как бы как-то к детям может неправильно относиться, он очень будет очень милым, очень скользким, очень вызывающим доверие, очень юморным, очень мягким и так далее. Это, ну, просто чисто психологически это полная противоположность Дмитриеву. Настолько честный человек, настолько откровенный, настолько неспособный на какую-то неправду, который посвятил жизнь тому, чтобы спасать мир от неправды. И если даже он бы когда-нибудь, ну, правда бывает же болезнь, то он бы абсолютно точно просто стал и сказал, лечите меня, убивайте меня, я действительно неправ, потому что просто такой человек. Почему туда еще приклетают ребенка, чтобы это было настолько неприятно попробовать подступиться и изучить самому эту тему? На самом деле их отношения, они, не знаю, в мелочах просвеживались, он очень заботился о ней, очень она была, она для него очень важна. Потому как она общалась с детьми, с мальчиками, с девочками, потому как она на всех висела там, постоянно, типа, доставала, там, как бы, ей нравилось проводить время. Сначала она очень стеснялась первые несколько лет, а вот в последние годы она просто, типа, висела на мальчишках, на девчонках, на всех, типа, постоянно, то есть, мне кажется, что ребенок, у которого какие-то такие штуки, травмы есть, он, наверное, либо как-то, ну, у него, короче, с тактильностью какая-то должна быть проблема, а у нас с этим не было проблем. Что больше всего меня в этом коробит, что это его жизнь, которая проходит в тюрьме или в штрафном изоляторе, и в судах, и в этих бесконечных интервью, как вы себя чувствуете, и все, что вы думаете по поводу этого приговора, в смысле, это же его жизнь, которую он тратил на что-то действительно важное, и на то, что было важно другим людям. А кому важно, что он сейчас сидит в тюрьме? Только этим двум, или сколько там, людям, которые хотят его посадить. И их же жалко. Их цель жизни, или там, их цель рабочая, что им кто-то скажет спасибо, это посади Дмитриева. Вот это цель. Мне кажется, что каждый заслуживает свободы и честного суда, какой бы это ни был человек. В смысле, как бы, то есть вот есть человек, который мне очень симпатичен и нравится, я слежу за ним и переживаю, а есть человек, который кажется мне не таким понятным, каким-то совсем другим, вот очень, в каком-то смысле, норовоучительным, в каком-то смысле для меня, ну, каким-то верующим вот так вот, как я, например, по-другому в какие-то вещи верю. И вот он для меня другой, а мне кажется, что это все равно. Человек может верить во что угодно, и он не обязан верить мне, если я ему скажу, что нет, это не так. Я думаю, если человек так думает, или если человек, как я, например, сразу думает, что это неправда, в любом случае нужно начать с того, что самому начать во всем разбираться. Потому что что бы я ни сказала, и на каких бы, про какие бы прекрасные вещи я ни рассказывала, и про экспедиции, какие бы светящиеся глаза у меня ни были, это все мой личный опыт, потому что вот мне так повезло познакомиться с Дмитриевым. Лично я работал с Дмитриевым 5 лет. С 12 по 16 год мы пересекались на Соловках, мы пересекались в Владейном поле. Юрий Алексеевич, наверное, самый свободный человек из всех, каких мне пришлось видеть. Я бы пожелал всем нам свободы быть такими, как Дмитриев. Живый бункер, моя свобода, спелый пряник засох давно, за богом моего народа старшина тормозит говно. Потерянный за углом, убитый помойным ведром, добровольно закрытый в подвал, заранее обреченный на полный провал. Я убил в себе государство. Убил в себе государство. Бессловесные в мире брони, зрячие в мире пустых глазниц, балансирующие на грани, меж параллелью пустых ресниц, забытые за углом. И мы помойным ведром, задроченные в подвал, заранее обреченные на полный провал. Мы убили в себе государство. Убили в себе государство. Живый бункер, твоя свобода, заколочена дверь крестом, полную яму врагов народа. Я укрою сухим листом, повязанный за углом. Убитый помойным ведром, добровольно закрытый в подвал, заранее обреченный на полный провал. Убей в себе государство. Убей в себе государство. Убей в себе государство. Убей.